Друзья, привет! Мы благодарны вам за то, что вы пишете комментарии к обзорам, отвечаете на наши вопросы. Один из запросов был снять все органайзеры, которые есть в Икее. Сразу скажу, все в один обзор впихнуть, это впихнуть невпихиваемые подписчики. Поэтому будем по частям делать. Серия скуп отдельно разложим, объясним, потому что они есть разных размеров и не ко всему подходят. Вариант серии скуп, как может помочь организовать. Ну, честно, я не представляю, чтобы на шкафу так было, но попробовать можно, есть к чему стремиться. Думаю, стою как лучше, смотрите, серия скуп для в основном паксов 58-х. Для 35-х паксов мало что есть, но тем не менее тоже есть. Пойдем показывать, потому что там все то же самое. Вот такой вот модуль. Здесь он на ленте, очень хорошо держит, никуда ничего не отваливается. Кстати, друзья, очень удобно, когда вы привозите ребенка, например, к бабушке нет лишнего шкафа, повесьте два гвоздя, натяните веревочку плотно и повесьте вот таким образом модуль. Мы так с собой племянника брали в гости к моим родителям. Замечательно, парень месяц прожил, вот с таким модулем ему хватало. Подходит для 58-го паксов, в 35-ку не влезет. Один, два, три, четыре, фактически пять полок. Сейчас объясню, покажу почему. Сразу хочу отметить. Дим, пойдем поближе. Много не набиваем. Положили, например, одеяло и у вас вот такой просед. Потом он, конечно, восстанавливается. Там внутри вот из чего делает теплица, типа поликарбоната, только тоненького. Вот, поэтому он будет деформироваться. И вот это все будет переюйкиваться, если вы очень сильно будете набивать. То есть это как дополнительные полки, не основные. Чем мне нравится вообще вот такой скуп, это вот такими ящиками. Причем вот эти ящики можно использовать не только внутри полочек скуп, но и просто... Дим, подойди, пожалуйста. Просто положить в полку. Мы что, например, делали? У младшей хранили одно время вещи в другом шкафу. И вот так вот две ячейки лежало друг на друге. То есть здесь были трусики-носочки, в другом были мальчики-полготочки. Очень удобно было не путать ничего, ни вот какие-то кучки разложенные. Значит, здесь, о чем я уже упоминала, есть еще одна полка, но здесь разгон гораздо меньше, как раз под две коробки. То есть один, два, три, четыре полноценных полки. Один, два, три, четыре и пять, шесть. Получается малыши. Все-таки вот эти, в нижней части я рекомендую вставлять ящики. Объясню, почему. Во-первых, глубоко. И когда вы кладете какие-то мелкие вещи, снизу они будут сто процентов вываливаться, удобнее пользоваться вот этими ящиками коробковыми. По цветам сейчас, друзья мои, нет, конечно, того выбора, который был раньше. Сейчас у нас только белый и черный. Даже уже салатового не осталось, голубого давно. Нет, был еще бордовый такой красивый цвет. В общем, скупы периодически меняют по цветам, но сейчас вот только то, что есть. Дальше. Чехол для одежды три штуки. Стоит 599 рублей. Хочу вообще показать вам ткань. Плотная. Если вот так жмакать, мнется. Мне нравится перевозить, например, там платье на какое-то мероприятие, детям на утренник. В наборе один большой. Сейчас, секунду. Значит, два средних, два стопятых. Это маленькая, вот стопяточка. И вот большой 135. Чего, например, не хватает мне. Вот не мешало бы здесь пару липучек и вот здесь пару липучек. Под более мелкие вещи вот так подделывать. Потому что если вы вешаете что-то покороче, здесь у вас всегда болтается. Вот этого мне не хватает. Замок полноценный. Причем, смотрите, вырез под плечико такой, что он не выпрыгнет. Потому что есть, например, чехлы с большими отделениями. Это неудобно. Застегивается как прямо халат. Здесь все закрыто. Поэтому, если этот чехол попадет куда-то во влажность, снег, с одеждой ничего не случится. И, соответственно, есть вот эти все мелкие дырочки. Вентиляция дышит. То есть вещи в них не задыхаются. Дальше. Сумки для... Не сумки, а модули для обуви для хранения. Набор коробок из четырех штук. Цена сейчас у него... Так, кстати, по ценам. Вот этот 799. Вот такие вот двигушки 349. Чехлы 599. Набор для обуви 699 рублей. Да, я что-то просто забыла. 699 рублей. Здесь все на липучке. Удобно умещается либо одна, например, пара мужских ботинок. Детская обувь вообще много умещается. Две пары женских босоножек может влезть, если это не каблуки. Удобно убирать на хранение. Если, допустим, обувь достали и складывать другое не планируете, вот у вас плоскость убрали куда хотите. Стирать, честно, не пробовала. У меня черные и бордового цвета. Что мне еще нравится? Сортировка, например, шапки-варежки, шарфики, какие-то колготки, например, зимние убирать. Да, вот сюда. То есть я прям складываю и вот таким образом по шкафу раскладываю. Дим, пойдем поближе? Для удобства ручка и сеточка, что вы видите, что у вас лежит. Подходит и к 35-му гардеробу, и к 58-му. Дальше сумки. Сумок у нас три вида. Я сейчас покажу вот так, а по размерам пойдем смотреть отдельно. Значит, сумки все, конструктив у них одинаковый, все на двух замках. Боковушки вот эти съемные, причем съемные не просто, а вот на таких липучках. То есть это хорошая жесткая фиксация, никуда ничего у вас не убегает. Вы стеночку вот так сделали и получили ребро жесткости. Не надо, боковушки достали, чехол сложили, все, довольны и убрали. Что немаловажно, вверх закрыт. То есть использовать можно для какой-то даже мелкой переноски. Ни для кого не секрет. Мы используем такие сумки для, когда куда-то едем с детьми. Но сейчас я понимаю, что дети подросли, проще всем по чемодану, чем в машине вот место занимает вот эти ребра. Ну, такое тоже имеет место быть. А, кстати, вот он вылез. Пойдем покажу внутряху. Поэтому поаккуратней. Но опять же, если вот внутренности все достать, можно постирать сумку. Сейчас пойдем рядышком и покажем, какие у нас есть. Так, к этой сумке верну... Давайте цену скажу, а то я опять... Я согласна с вашей критикой, что я забываю говорить цену, но вот это имеет место быть. 499 рублей. Размер 44,55 на 19. Это самая маленькая из сумок. Следующее, что есть в кубах, это набор коробок из шести штук. 1, 2, 3 и 3 поменьше. Это сортировка, то есть сортировка белья, одежки, комод, ящик. Но никаких закрывашек сверху нет, вот как есть. Как эксплуатируется тоже, честно, нравится, когда в комоде обычно бардак и все шиворот-навыворот. Раскладываешь, если все по этим коробочкам, хотя бы можно, достав одну коробочку, отсортировать. Тоже все на замочках. То есть если не нужно, можно все это легко убрать. Но внутри ахи здесь не достаются. Вообще с ними ничего сделать не сможете. Набор стоит 399 рублей. Размеры. Подходит для комодов малю шириной 80 сантиметров. Но когда в малю ставите, получается вот одна ячейка пустая. Дальше идем вот к таким ящикам скуп. Они изначально были сделаны для гардеробов ПАКС. Наверное, миллион раз уже в начале обзора видели. Камера ходит в гардеробе, в котором сейчас снимали, внизу стоят вот эти ящики. И это сортировка какой-либо несезонки, игрушек детских. В общем, всего чего угодно, чего они пользуются постоянно. Постельное белье. Два размера. Для 58-го ПАКСа стоит 1400. И для 35-го ПАКСа стоит 900 рублей. Они, конечно, подорожали. Ничего не стоит на месте. Периодически бывают скидки очень даже приятные. Вот, например, сейчас сумка для хранения самая большая 93,55 на 19. Это самая большая сумка. Ее можно использовать как под кроватный ящик. стоит 599 рублей. Мелочь, а приятная, 100 рублей скидка. То есть тоже подходит только в 58-й ПАКС. В 35-й уже не уместится. Есть еще один размер 69 на... То есть, смотрите. Вот если сумки брать, то самая маленькая, она идет для 50-го ПАКСа. Вот эта сумка идет для 75-го ПАКСа, а эта для метрового ПАКСа. А так вы можете использовать как вы хотите. Функционалы, ребята, у них полностью одинаковые. Они отличаются только размером. Вот как выглядят коробочки внутри комода. Разложили. Все у вас на месте. Есть они еще в черном цвете. Кстати, в большие ящики очень хорошо упаковывать одеяло, как, например, показано вот на примерчике. Какие-то объемности. И хочу показать вам еще один модуль. Он раньше был в ассортименте. Сейчас его вернули снова как новинку для 35-го ПАКСа. 22-34 на 120. Смотрите, разница между большим и маленьким. Тоже можно использовать. У малого есть вот эта защита впереди. Вот здесь этого нет. Все равно вот сюда, что бы вы ни положили, Оно со временем все равно будет вываливаться. Здесь есть такая защитка, но он мелкий, к нему никаких коробочек нет. Можешь камеру повыше? В одну ячейку, в большую, умещается два вот таких ящика. То есть можно даже без перегородки набить, если нужно полностью. Еще, вот плохо, нигде не нашла поближе, есть вот такой карман. Модуль с карманами. Один, два, три, четыре, четыре на четыре, здесь 16 кармашков. Стоит он 499 рублей. Подвесной модуль на 16 карманов для 58-го гардероба ПАКС. У него есть регулировка высоты. Когда вам не нужен последний ряд карманов, вы просто его вот так приклеиваете, вот о чем я говорила, на чехлах для одежды не хватает. И у вас получается уже три ряда. Используют на самом деле куда угодно. Часто берут в прихожую, вешают в шкаф, чтобы разложить расчески, резинки, зонтики. Всю вот эту вот мелочушку, которая применяется дома. Все? Давай. Ну что, друзья мои, все, что мы хотели вам рассказать про серию Scoop, в принципе, рассказали. Показали ткань, показали размеры, сравнили. Отдельно будет стук, отдельно будут красивые цветные модули, чтобы у вас не было путаницы, чтобы можно было посмотреть не сильно громоздкий материал и принять решение, нужно оно вам или нет. Жду обратной связи от вас очень, с нетерпением. Вообще это помогает нам, помогает становиться лучше, давать вам более другую информацию. Вообще, вот то, что мы сейчас – это вы. Мы безумно благодарны вам за нашу трансформацию, за изменения. Вся ваша критика, все комментарии. Все мы учитываем, все применяем в жизни. Не забываем ставить колокольчик. Почему? Не для количества подписчиков. Это, конечно, тоже важно для канала, чтобы он выдавался хорошо, видели другие пользователи. Но, ребят, помимо того, что мы выкладываем обзоры, у нас есть сюжет, у нас есть общение в сообществе. И если вы колокольчик не поставили, вы это пропустили. И, допустим, даже сейчас я участвовала в конкурсе «Лидер мнений». Многие мне пишут в Инстаграм «Татьяна, почему, например, я не видела это уведомление?» Ну, потому что не подписаны. Вот поэтому подписка несет еще и функциональность. Хочу ваше мнение еще услышать по скубам. Вот моему первому скубу, коробкам для обуви, которые с решеточкой, ой, не соврать, лет 8 или 9 такого бордового цвета. Они пережили ремонт. Я их чистила. Чистила, кстати, влажными салфетками и меламиновой губочкой. Все хорошо. Не стирала, а именно вот такая ручная очистка. Как вам вообще? Нравится, не нравится? Выкинули бы и сказали бы, да, фигня фигней. А, вот я про такие коробочки говорю. Что вот, кстати, мне еще с кубиков нравится. Липучка хорошая. Сама лента очень хорошего качества. У меня еще ни одна не развалилась, не отвалилась, не разъехалась. Сетки тоже все на месте. То есть у меня, например, нареканий никаких. Про серию стук будем рассказывать, повторюсь, отдельно. У нее есть определенные нюансы. И сравнивать их в одном обзоре не совсем корректно. Ну что, давайте прощаться. Всех люблю. До новых встреч. Еще раз безумно благодарна вам за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите и даете нам обратную связь. Это мотивирует, дает вдохновение делать дальше, дальше, дальше. Спасибо.